Здравствуйте, Валерий Константинович. Есть желание приобрести косточки персика и абрикос, только нет описания по сортам. Если есть возможность посоветовать на ваше усмотрение, я только начинаю с садовод. Я живу, вот тут страшнее, чем было, помните это, Екатеринбург, я живу с северо-запад Пермского края, мне интересно, чтобы деревья были высотой не более трех метров, а морозы до минус 45, ё-моё, северный ветер дует, участок такой и близко к воде, ещё один минус, близко к воде, там близко к готовой воде, как правило. Лето короткое, в сентябре заморозки, у нас хотя бы в октябре, не, в сентябре бывает, но это случайно. В мае снег лежит, а у нас в мае уже цветёт деревья, то есть у вас северо-запад Пермского края хуже, чем у меня в Сибири. Если можно саженцы, косточки на весу заказать, но только есть желание абрикос и персик посадить, в городе никто не сажал. Ну, я уже до этого говорил, ребята, персик вырастет, проще паре налепо. Садите в теплице, половина проблем снимется. У вас наверняка снега даже с избытком. Значит, уже скажу буквально два слова, буквально. Есть фотографии, есть специальные технологии, и так, и так, и распластали, и закопали, и в этом самом. Самый эффективный для меня чернобаев. Я-то лентяй, а вся технология у меня длиннее. А он не ленился. Он раз в тайгу, привозит в машину лапника, положил деревья, он заранее растет так, чтобы вот этот наклон, чтобы их не ломал. Положил, лапником закидал, вот такая гора лапника, а сверху снег. Все. Мыши не лезут туда грызть, и там относительно, там нет такого мокрого, плотного снега, который может даже персик наить. И каждое лето он с персиком. То есть персик, это стыдно, а еще в городе. А город дает от 3 до 10 градусов прибавку. То есть если морозы за 45, у меня на заводе, помню, я когда еще работал, и вдруг появилось табло. Ура! Я каждый день любовался. А я за садовод. И когда было там на заводе, помню, минус 49, у меня в деревне было минус 41. Ну, 49, может быть, и не выдержали в моей деревне. А 41 выдержали. А в городе вообще было минус 39. То есть город себя греет. Это тысячи машин, которые отравляют воздух, ну, теплые делают. Ну, и плюс каждый дом высотный, это источник тепла. Плюс я рассказывал про тепловые подушки, которые можно сделать на каждом участке. На дачном или в городском. Особенно, где дома топятся ежедневно. Далее, значит. То есть уже какой-то шанс есть. Вот. Теперь что? Задумка и желание. В интернете много красивых картинок, но сажется просто обман. Вот. Поэтому я и написал. Город греет сам себя и тепловые подушки-ловушки. Ну, поймите меня, мне надо опять начинать, еще 226 вебинаров провести. А, то есть, чтобы ответить на ваш вопрос, или хотя бы несколько вебинаров. Здесь начинаются нюансы. А где вода? А где северо-юг? А где роза ветров? Вот. А какие у вас эти самые? Вот. Я человеку объясняю. Садите все на бугры. А у меня с ним активная переписка, потому что он, во-первых, выписал у меня косточки. Я не хочу, чтобы они погибли. А он говорит, ну хорошо так и быть, абрикосы посажу на холмы. Остальные на холмы садить не буду. А я уже знаю, им не то что, он не хочет садить. Он в душе может и согласен. А напастись столько работы, если у него 6 гектар. Представляете? Напастись этими, там, куб-2 надо на краю. Вот. Чтобы еще... Ну, подробнее не буду. Поняли меня, да? Ну, а тепловую подушку сейчас покажу. Самым краешком только. Прихожу я, значит, Чернобаеву. Прихожу я в Чернобаеву. Вот. И что я вижу? Вот, пожалуйста. Эта фотография была сделана... Не фотография, фирма была сделана ровно 7 лет назад. Сейчас здесь могучие деревья. Рекордный урожай. Здесь у него сейчас груши. У меня самое крупное было 500 грамм. У Чернобаева 540. У него мой golden delicious. У меня опять самый крупный. 500 грамм. Ну, как совпадение такое. А у него golden delicious. Вот это дерево облиственное. 540. И ладно бы одно. А когда там их доброе висит такое, все ли, тысяча, и все 300-500 грамм. Вот. А что это? Что вы думаете? Golden delicious. Это что, северный, что ли, фрукт? А? А груша 500 граммовая, сладчайшая. Это северный, что ли, фрукт? Нет, южный. Ну, помогли подвое. И тепловая подушка. Вот это и есть учеба. Дом греется каждый день. Своя кочегарка. Свои пару тонн угля. Вот эти пару тонн угля и обогревать их. И при чем тут тогда? Да, при чем тут тогда? Минус 45. Да хоть минус 50. Поняли, да? Возвращаться не буду туда. Туда, туда. Или еще раз показать. Вот часовой фильм. Вот он, герой наш. Его, это, ему бы где-нибудь ректором института, а он картины рисует. Так, все. Привет, Дмитрий Ильич. Извини, жизнь продолжается. Про тепловые подушки? Ну, что-то я успел сказать. Олег Андрей Тюклов. Валерий Костей, здравствуйте. Подскажите, почему варьберкос бросает плоды в середине лета? И что сделать, чтобы этого не происходило? На участке моей знакомой... А, будет считать, что первый, это был первый вопрос. На участке, это, скажем, второй вопрос. Значит, смотрите. Раньше я считал виновата, в первую очередь, полив. И даже не то, что я противоречу сам себе, но первым делом, если вот Серебрик знает, когда я проводил, 6 дней проводил лекцию в Москве, вот, естественно, я там первый палец загибал какой-нибудь. Полив. И вдруг случилось так, что именно в этот последнее лето абсолютно дичайшую засуху, которую невозможно себе представить, Енисей пуст, сухой. Вот. Значит, от полива ни черта не росло, даже овощи не росли. Хоть запаливайся этой водой, которая считается жёсткой. С неба нет воды, и бочки пустые, которые стоят, в которых вода сливается. Тождевой воды нет вообще, и быть не может. Вот. Та вода даже, морковка не росла, свеклане, ничего не росло. Слушайте дальше. Яблони, груши. Мы с Сергеем разводили руками. Я мало продал черенков, знаете. Он, наверное, даже не смог, столько, сколько надо. Росли прекрасные груши. И я вам показывал. Ну, я как бы сейчас альтернативу. То есть, как бы противопоставляю. Вот так растут груши. Вот такие метровые приросты, покрытые цветами. И дальше должны были расти. До самых икрушек покрылись плодовыми пучками вместо ростовых. Чего они боялись? Воды нет. Они решили дать урожай. И дали урожай. Что случилось с яблоками? То же самое. Яблок полно, приростов нет. Слив полно, приростов нет. То есть, всё о кукле. Буквально деревья вдруг вспоминали, что они родители. Им надо, прежде чем помереть, караул, засуха дичайшая. Надо дать плоды. Что вы думаете, что случилось с абрикосами? Абрикосы, начиная от двух-трёхлетних до абрикосов, которые там... Счера мы выпиливали. Со слезами на глазах. Мы пиливали ещё этих самых... Десяток этих ветеранов. Нет, не старых. Какие старые, если дали по 20-30 ветер на 40-м году или на 30-м? Какие старые? Ну, даже двух-трёхлетние, пяти-восьмидесятилетние дали обычные приросты. У меня сейчас головная боль. Вчера, позавчера пилили. Я подходил, срезал. Они до неба доставали, а там прекрасные 50-80-сантиметровые приросты. У меня есть фотографии, я только на следующем вебинаре покажу, не успевая. Вот. Особенно у меня больше всего казалось академиком. Самый лучший на свете сорт на всей планете. Это произведение дальневосточных учёных, произведение самого Казмина, академика. Так. Вот эти плоды были порностью переделаны, они превратились с разными вариантами. Фаину, в крупноплодный Железово, вот. И Бродского, и часть оставил, но где хоть чуть-чуть носик сохранился, я их ещё по-прежнему называю академиком. Вот это чудо, вот такой веник, сейчас ещё весой выброшу. Я уже цену сбросил. Ну, не могу до нуля. Ну, пусть будет уже не 200, а более 150. Вот. И что получается? После длинного рассказа, объясняю, больше я никогда в своих лекциях не напишу и не скажу, не скажу и не напишу, что причина сбрасывания плодов в середине лета, это даже зелёный сброс, именно сброс, заметьте, не созревание, сброс, не связан с поливами. Самый рекордный урожай за 40 лет. Всё, что я видел в своей жизни, я же ещё и на Украине тоже, это, глаза не закрывал в садах, на Украине. Вот. Всё, что я видел, это феномен невероятный. Никакой связи с поливой вместе с урожаем. Это ж надо было, чтобы феноменальный урожай был именно тогда, когда даже на молодых абрикосах, я догадывался, что они корни уходили на 1-2 метра, а до воды 10 метров, до водоносового. Как это могло случиться? Почему им воды хватило? А потому что, во-первых, я не согласен, абсолютно с этим самым, с гидротехникой подземной. Не согласен. Идём дальше. Что же получается? А у вас бросились плоды. Объясняю. Я это отношу к тем случаям, надеюсь, нечасто, когда деревья опылили не те родители. Не те. То есть, ступило противоречие с генетической, с генетической, биологической совместимостью. и зная, что родятся уроды, что потом что будет, то ли слабое. То есть, слабое – это один из факторов. Если, брат, в целом, не жизнеспособно, боится, не жизнеспособного подсорбства, и абрикос, который у вас бросили плоды, просто предпочёл избавиться от негодного материала. Так случается. У меня единственные два случая. Два-два-два. Один раз сбросил рыжи. Причём сбросил огромное количество. Но когда остальные пожелтели, оказалось, что их всё равно предельное количество, я тогда загибаю третий палец. Сильно перестарал. Видит, что столько не выкормить. Ведь нужно же не только вода. Из воды плоды не получаются. Вода – это только одна из компонентов. Нужно множество питательных веществ. У меня рыжий сбросил где-то четвёртую часть. Это было много. У меня есть фотография. Зелёные плоды ковром всё усеяно. Думаю, ну что ж такое? Но когда он дошёл, то, что осталось до жёлтых плодов, до спелых, оказалось, что всё равно предельное урожай. Это значит, что он не мог, это третий палец, он не мог такое количество выкормить. Ничего страшного не случилось. И что такое генетическая несовместимость? генетическая. Это именно с фаиной случилось. Первый урожай фаины, а это мой суперсорт, только за этот сорт мне надо было хотя бы государственную премию вручить, потому что этого невозможно. А я действовал методом тыка. Где у меня это слово? Вот. Но если у меня получилось, где моя премия? Смотрите, что получилось. я привил на маньчжурца академик, он еще не плодоносил, я привил, и у меня мощно пошла ветка королевского. И вот этот королевский, ой, где я сейчас найду? А мы его видели не раз. Дал вот этот шедевр, тот самый, который был такого пчелами, осами, шмелями, и самое странное, с сотнями тысячами бабочек, потому что дерево все было белое. Это был феномен какой-то. Помните, да? И фотографии видели. Так вот, получается следующее. Видите? Уже три причины. Первая, отменяем ее, прямой связи с полем мне. Третью, соглашаемся, но дело в том, что Лисия сбросил нормальные причины. Ну и все, что у меня там на дереве должно было быть двадцать ветер, если бы не сбросил. А так получилось пятнадцать. Что, я умер от этого? Нет, и дерево не умерло, оно наоборот сохранило здоровье, сбрасывая лишнее. Но это первая и третья причина. А вторая, генетическая несовместимость, и у меня первый выражай Фаины на Королевский, который привит на академика, который привит на матерца, это первый рожай был зеленый, лежали все до единого. Я не ждал никакого феномена, но не получилось, не получилось. А шедевр пришел на следующий год, еще год спустя. Вот, то есть что-то тут, кто-то, что-то как-то случилось, что разбросило, значит, плоды получились неполноценные. И именно эти же плоды годом спустя были сверх полноценные. Значит, еще один вывод делаем, не спешим. Вот. Вот это вот случай, ладно, я уже рассказывал еще раз. Итак, уже плодоносит скелетная прививка лады на осеннее Яковлево. Осеннее Яковлево плоды первый год были вот такие вот. А она в свою очередь тоже привита. Несмотря на то, что привита на усилийскую грушу, которую я превозношу, обожествляю, как лучший в мире, ну, послушали ребенка, и тот сказал, лучший в мире по двое, минус пятьдесят, из его уст. Где-то же услышал. Вот. Вот такие плоды. А спустя следующий год и до сих пор шедевры. У меня есть несколько самых сладких груш. Наверное, только сравнится с ним уже только лесная красавица. Ну, так-то из Береги, извините. А Сеня Яковлев, а я всегда превозношу Яковлев, отечественный, уникальный, вот, поняли, да? А это положительный пример. Первый урожай был Го, вот, и я только из-за того, что из-за скелетной прививки я не вырубил. А иногда говорят, да, быстрее отрубить и вместо освободить. Жизнь-то короткая. Не знаю, по делу я говорю, нет, говорю долго, но я не могу просто сказать, потому что иначе бы на третьем вебинаре бы все закончилось. Что там надо? Не режь то, что растет вниз, не отрезай то, что растет волшки, не отрезай, не отрезай то, все. А мне надо обосновать. Вот. Это же знаете, как? Как анекдот Вовочка учительница спросила, Вовочка, сколько будет дважды три? Вот. Дважды два, четыре. Вовочка, обосной. Так исторически сложилось, Марья Ивановна. Вот такой ответ. Идем дальше. Второй вопрос этого автора. Вы не устали? Нет? Я подел на кухню, мне надо кипяточку подлить, а то иногда прихватывает горло. Но я его закаляю в горло. Кстати, некоторые вот эти вот вода, горло лечат от этих простых. Ну там, как это называется? Начиная от ангены и прочих послаждений названий. Ничего не советую, но я все приведу к себе пробовать. Вот. Теперь расстаемся на одну минуту 20 секунд. Так. Он разговорился. Так. Второй вопрос. На участке моей знакомой и еще в интернете посмотрел, как выращивают груши сорта на Яблочке на Украине и в Кабардино-Малкарии. Вы не пытались этот сорт пересечь в Сибирь в больно огромные плоды? Нахваливаю. Спасибо. Значит, я только развел руками. Ну, где-то белькало, сорт Яблочки, вот, допустим, огромные плоды. Раньше я замечал такую тенденцию, что чем крупнее плоды, это яблонь касалось и груш, тем они не самые сладкие, скажем так. Вот. Ничего не могу сказать, если бы мне кто-то вот сейчас бы прислал бы веточку, а я всегда говорю, запрещаю ко мне присылать, дайте дожить спокойно. Вот. Потому что даже то, что у меня есть, оно требует работы, вот, как вчера, например. Вот. И получается следующее. Все не ухватить. Теперь, допустим, так, его нахваливаю так. Вот. Я тогда сказал себе, ну, давайте так. Наверное, ой, что я не догадался, друзья, я не догадался найти его хотя бы в этом. А если сейчас, допустим, мы возьмем и, а куда надо спешить-то, я все равно сегодня даже близко не успею, все, все, что надо. А, допустим, запрос груши лепшка, да? правильно там была груша наябриская. Фото есть. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Да, очень крупная. Крупная, крупная. Да, действительно крупная, предельно крупная. Мне еще знаете, почему я люблю сравнивать? потому что вот эта груша, вот это вот, это, вот это вот, вы видите грушу, которую я первый получил, получил от морковской и передал и передал серенок вот этому волшебнику. И в этот год где он даже в руках, это примерно 300, 500 грамм. В году раньше были 450-500 грамм. То есть, это еще, это еще маленькая, еще маленькая. И я пытаюсь понять, мне хочется знать, откуда вас это груша? А Мараковская что ли сказал? А я в 16 метров пешком прошла, видимо, там такие мужчины живут в этом, в Подмосковье, чтобы попасть на дачу своей маме, она туда обратно прошла 16 метров пешком и черенки срезала и писала мне. Ну, Верина Варховская кто не знает. Вот. Семинар в Москве был, проведем тут все в ЛИАИ. и вот получается, что я назвала ее Гигант Подмосковья, я залезаю в Гигант Подмосковья, нет его на свете? Кто его назвал? Тогда его народ назвал Гигант Подмосковья, правильно? Тогда я опять лезу сюда и думаю, а не Невская ли это она? Охренеть знать. Невская, Невская. Есть такой человек, лет восемь назад я был удивлен, когда вдруг, а для меня это величайшая редкость, даже честь, Роман Исаев из той славной династии Исаева, да? Вот. Он на тот момент был заведующим отделом института одного из институтов. Не знаю, в каком городе. Заводил. Он мне взял мои фотографии, а это напечатался, еще не было интернета. Нет, был, но он взял мои фотографии, которые появились в печати и переименовал. Он говорит, это у вас не таблическое, а это у вас оказывается это самое. И так далее, и так далее. Сейчас. А память, я говорю, он суперспециалист, я ему верю, он ученый, настоящий ученый. Я с таким ностальдеем смотрю, как он прививает, он ученый прививает. И вот он, Роман Исаев, поправил несколько раз. Я убедился, что он, кажется, мой статью прочитал. И для меня это была такая честь. Вот. Ну, я поблагодарил, сказал, давайте дружить, ответа больше не было. Просто раз, я носил в своей жизни. Вот сейчас бы, если бы он взял и сказал, да это и есть ноябрьская, или еще что-то бы сказал. Но сейчас настолько трудно стало жить, без железа проходимец, а? И сам еще серебряк. Так меня обозвали, когда вы пытались меня с московским ученым дружить. И теперь некому сказать, что это такое. Вот так и повисло. Я говорю, откуда? Я говорю, это надо. Уже созвучно. Субтитры создавал DimaTorzok